25 марта в России поздравляют тех, кто посвятил свою жизнь искусству. В Люберцах работников культуры чествовали в Красковском культурном центре. На торжестве побывала наша съемочная группа. День работника культуры сравнительно молодой праздник. Его отмечают в России с 2008 года. Он посвящен сотрудникам музеев, театров, библиотек, танцевальных и музыкальных коллективов. Объединяет этих людей любовь к своей профессии. Хочется пожелать вам оставаться такими же творческими людьми, такими же позитивными, чтобы всегда все получалось, чтобы событий было еще больше. Конечно, это серьезный труд. Для этого нужна энергия, для этого нужна поддержка в семье. Я желаю каждому из вас, чтобы улыбки на лице, в душе всегда был праздник, семья была надежным тылом. В сфере культуры в округе посвятили себя более 800 человек. Пианист и композитор Анна Турпанова в прошлом году приняла участие в конкурсе «Молодой и талантливый автор», где выиграла грант на создание сборника детских песен. Благодаря стипенде и губернатора Московской области она сможет реализовать свою мечту. Это награда уже на создание аудиозаписей студийных, чтобы дети спели это в студии и получилась такая пластинка этих песен. Для меня культура – это часть моей жизни. Я не мыслю себя вне этого. В праздничный день отметили лучших сотрудников. Среди них Армина Пахлеванян. Ее родители хотели, чтобы она стала врачом, но в шесть лет девочку отдали в музыкальную школу. И судьба была предрешена. Армина уже сама преподает уроки фортепиано. Ее ученики – призеры всероссийских и международных конкурсов. Сложно было выбирать между музыкой. Родители хотели, чтобы я стала врачом. Но когда пришел момент, и когда я уже закончила музыкальную школу, а надо было решить этот вопрос, буду я продолжать заниматься или нет, я сказала, простите меня, пожалуйста, родители, но я не могу жить без музыки, потому что музыка – это вся моя жизнь. Всего в Люберцах 35 учреждений культуры. Только за прошлый год они провели более 22 тысяч мероприятий. В профессиональный праздник отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма и награды. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.